Олег Лесны, президент аналитического центра политика. С нами на связи. Олег, здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Давайте оттолкнемся от последнего. Действительно, Литва уже обратилась в Еврокомиссию с просьбой оценить решение Венгрии. А что может в целом сделать Европейский Союз? Или каждая страна отдельно будет теперь задумываться о своей безопасности и проверять каждого, кто из Венгрии, получается, выезжает? И какие цели на самом деле у Венгрии? Вот они говорят, позиционируют это решение тем, что будут строить атомную электростанцию использованием российских технологий. Поэтому будут разрешать, бесконтрольно получается, без проверок впускать российских граждан. Как вы видите? Вот такие два аспекта. Во-первых, этот аспект нельзя рассматривать отдельно от того поведения, которое, скажем, свойственно Венгрии уже очень много лет, особенно последние два с половиной года в отношении Украины и действий Евросоюза. Это факт. И с которым, по большому счёту, борются терапевтическими методами. То есть есть, как по мне, болезненный, очень непростой способ поставить, скажем, Венгрию на своё место, то есть за пределами ЕС и НАТО. Понятно, что на это Евросоюз и НАТО не готовы пока что. Поэтому я считаю, что можно использовать технологию, которая, скорее всего, существует в любом союзе. Это замораживание членства на какой-то определённый период. Это, чтобы не бороться с каждым условно факапом от Орбана точечно, нужно, мне кажется, поставить его в угол и пускай оттуда смотрит, как работает та или иная структура. Потому что смотрите, что происходит. Сейчас в Венгрии всего лишь навсего, как они говорят, главное в Евросоюзе. И что мы видим? Видим, что премьер-министр одной из стран Евросоюза делает то, что он хочет, но используя бренд Евросоюза. Но это недопустимо. Тем более, делая шаги, которые, скажем так, противоставляются мнению всего Евросоюза. Например, результат голосования выборов в так называемых Венесуэле Евросоюз не смог дать им нормальную оценку, потому что Баба-Яга в виде Орбана была против. Теперь, что касаясь именно узкого этого момента, фактически Орбан сделал шенген для шпионов, для агентуры Российской Федерации, которые под личиной условно инженеров, рабочих, кого угодно, будут попадать в Европу или могут попадать в Европу. Да, скорее всего, каких-то радикальных вариантов, к сожалению, наверное, не будет. Но то, что каждое государство, которое будет знать, что этот гражданин пересек границу Евросоюза в Венгрии, наверное, или скорее всего, будет наработать специальные механизмы и будет этому противодействовать. Это нормально, потому что это агентурная сеть, которая будет заходить, или агентура, которая будет заходить через Венгрию. А на самом деле, в пользу моего тезиса есть еще один момент, что в Венгрии осели все наши псевдополитологи и пропагандисты, которые работали на Медведчука и других пророссийских политиков. Они почему-то хорошо себя чувствуют именно в Венгрии. Поэтому наши партнеры будущие по ЕС, а нынешние партнеры ЕС с Венгрией, они понимают, что этот гадкий утенок начинает портить воду в большом, чистом до этого европейском пруду. Вайдот Асмалинионис, эксперт из одной из балтийских стран, как раз сказал по этому поводу о том, что Орбан портит воздух в Евросоюзе. Но достойная цитата, можно ее сейчас в эфирах применять. Вот смотрите, я бы хотел вернуться к высказыванию Эдгарса Ренкевичса, который прозвучал в нашем сюжете президента Латвии, что нет такого механизма, чтобы исключить Венгрию из Евросоюза. Помнится, в нашем эфире эксперт Иван Ус говорил, что якобы есть такой механизм. То есть, если ты не исповедуешь общие принципы Евросоюза, то мы можем найти, так сказать, способы, управу на тебя. Или же, с другой стороны, мир не стоит на месте, прогрессирует. Можно найти такой способ подсунуть это Орбану или даже венгерскому народу, который поймет, что вот с таким вот листочком, что Венгрию могут исключить из Евросоюза, закончится дотацией из Брюсселя. И вот тогда уже Орбану придется конкурировать не просто с Евросоюзом, но еще и со своими гражданами. Вот такой вариант, если рассмотреть. Я с вами совершенно согласен. Вы очень правильно сделали акцент. Потому что Орбан — это не отдельно взятый гражданин Венгрии, а тот, которого граждане Венгрии неоднократно избирали. Как эти выборы можно оценивать, это по-разному, но ответственность венгерского народа или части венгерского народа за то, что сейчас происходит, она достаточно высока. И поэтому я думаю, что Евросоюзу можно провести информационную кампанию с разъяснением, что будет. С другой стороны, я вот тоже не готов сказать, но как из моих, как бы из идей, то может быть использовать именно вот ту технологию, которую я называл. Именно посмотреть, пускай она будет называться заморозкой, да, заморозкой на определенный период. То есть, как бы страна не принимает решения, страна не получает деньги. Или финансовое замораживание на определенный период, пока эта страна в лице Орбана не начнет исповедовать то, что подписывала. Потому что на самом деле, к сожалению, тогда были более мягкие формулировки для вступления и более мягкие и легкие, скажем, самые точки входа в Евросоюз. То, как к нам сейчас относятся, какие перед нами требования ставятся, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому я думаю, что если нет такого механизма, одного или второго, первое, это то, чтобы исключить, второе, то, что я говорю, заморозит на определенный момент год, там полтора, два или сколько надо членство Венгрии в Евросоюзе. То тогда нужно, как по мне, начать консультации в средине Евросоюза с четкой такой информационной, серьезно наступательной кампанией о том, что мы начинаем консультации о том, как можно исключить тех, кто не исповедует наши ценности. И при этом четко объяснять, что будет с этим государством, если оно будет исключено. То, что вы говорили там, по деньгам, по всему, потому что Орбан, он очень хитрый политик. Он на самом деле стоит на мощном базисе финансовом, который дает ему Евросоюз. И топчет флаг, и идеи, и само, скажем так, сам Евросоюз, его основные идеи, его основные смыслы. То есть очень такая, знаете, собака на сене получается, только немножко в негативном контексте. И если тебе не нравится, им же уже неоднократно, и Финляндия говорила, и Польша, не нравится, уходите. То есть, наверное, есть процедура, когда страна сама может уйти. Но я уже неоднократно, кажется, и в ваших эфирах говорил о том, что Венгрия никогда сама не уйдет. Во-первых, это деньги. А во-вторых, это агент влияния Российской Федерации, который нужен именно в этом месте, именно с этой функцией, рушить Евросоюз. Он может уйти оттуда только тогда, когда рухнет сама структура. До этого нет, потому что ценность нынешнего Орбана, это в том, чтобы шатать Евросоюз и НАТО. И выполнять хотелки Путина. Поэтому, если создать условия, даже для того, что Венгрия может уйти, она не уйдет. Поэтому нужно нарабатывать хотя бы саму технологию. Потому что Евросоюз, это не что-то такое, что вот его один раз построили, и потом не меняют. Если есть, например, изменения в отношении каждому новому члену, то, наверное, нужно наработать механизм, если его нет. Здесь я не готов сказать, есть он или нет. Если его нет, то наработать механизм исключения даже старых членов Евросоюза. Потому что это о безопасности, о стабильности самой структуры. Она сейчас подается постоянным атакам Орбана. А если так и дальше пойдет, на каких-то выборах победит в другой любой стране какой-то Орбан, да, и будет точно так же орбанизировать Евросоюз. Это никому не надо. Ну, собственно, прецедент же есть. Великобритания вышла из Европейского Союза. Да, это был очень болезненный процесс, и до сих пор у британцев не сложилось однозначного мнения о том, стоило ли это делать. Но, по крайней мере, молодежь против. Но не об этом далее. Хотелось бы понимать, а что же далее будет делать та же Венгрия. Ну, сейчас они уже, видите, вот, по крайней мере, премьер-министр, у премьер-министра Венгрии заявили, что мирная миссия в отношении Украины завершена. То есть уже вот этот вояж Россия-Китай и так далее в обсуждении украинского мира уже якобы закончено. Но тоже аналитики говорят, пока опять это Орбану не станет выгодно. Но пока что он делает так, что теперь большинство стран Европейского Союза задумываются, как же теперь быть. Действительно ли будут эти все российские шпионы и заинтересованные, скажем так, в развале внутреннем Европейского Союза люди попадать в ту или иную страну. И вот что Эстония делает. Они там вводят полный таможенный контроль на границе с Россией и будут проверять всех, кто въезжает на территорию Евросоюза из Российской Федерации. Как заявил министр иностранных дел Маргус Цахна, такие меры будут применены, чтобы гарантировать Таллин не заправляет российскую военную машину и не помогает агрессору уклоняться от санкций. Усиленный контроль на эстонско-российской границе начнется с 8 августа. Давайте услышим. К сожалению, на наших границах продолжаются попытки уклонения от санкций и провоза запрещенных товаров с тех пор, как началась жестокая война России против Украины. Проводя общий контроль товаров, мы усложним уклонение от санкций и предотвратим действия России по поставкам для ее военной машины. Маргус Цахна, министр иностранных дел Эстонии. Как вы думаете, что теперь делать тем соседним странам с Венгрией или вообще тем странам, которые теперь будут переживать касательно своей безопасности? Какую-то шенгенскую зону будут теперь делить? Вот какие есть вероятные действия, чтобы обеспечить себе безопасность? Я думаю, что изначально нужно было отдать по ушам, извините за выражение, Венгрии, чтобы она прекратила этот момент. Потому что все-таки она находится в Евросоюзе, а не где-нибудь на задворках Российской империи. Но если так не получается, значит на самом деле это очень серьезный звоночек. Потому что если вот такой прецедент есть, то его нужно сделать так, с ним так поработать, чтобы его не было. Хорошо. Если так не получается, то каждая страна, я думаю, найдет методы. Тут я не готов сказать какие-то, а может быть введут какую-то разновидность этого самого шенгена. Может быть, какими-то ведомственными нормами определят процедуру, особенную процедуру для тех, кто пересекает границы Евросоюза со стороны Венгрии. То есть я думаю, что механизм найдется. Но это, знаете, вот опять же таки, это вот как лечение какой-то там серьезной болезни, которую лечат исключительно обезболивающим, но не переходят к операционному вмешательству. То есть мы сейчас видим, как Венгрия просто нагреет. Она делает мирную вот эту вот, скажем так, мирное турне. А кто уполноваживал на это все? Кто давал добро? Пишут письмо о том, что мы вот это вот сделали. А кто вас просил это делать? Вы сели и поехали. Это вот, видите, один момент выбрали для того, чтобы Венгрия там в принципе не навредила Евросоюзу, будучи там во главе его определенное время. Самый такой хороший момент выбрали, что там особое решение таких не предвиделось. А Венгрия это использует как информационный повод, как подрывную деятельность, в том числе и против Украины. Поэтому я не уверен в том, прав ли я, какие именно методы будут задействованы соседями Венгрии. Но, скорее всего, я прав в том, что Евросоюз неправильным путем идет в отношении пресечения таких действий. То есть они работают с последствиями. А есть причина. И эту причину необходимо, как, знаете, вот есть такой эффект разбитых окон. Если одно разбитое окно долго не застеклять, то через какое-то время магическим путем появляется их больше, больше и больше. И в результате вот эта вот стена из окон, она становится стена из дырок. Поэтому Евросоюзу нужно застеклить окно под названием Венгрия. Спасибо вам, Олег, за то, что нашли время к нам присоединиться. Напомню нашим зрителям. Олег Лесный, президент аналитического центра политика, был с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.